Ну вот это кобы, и как я всегда говорю, что они здоровьем слабже, нежели росы. Ну вот такова дань за быстрый набор веса. У них имеются различные генетические, рецессивные проявления в здоровье. Ну, как бы от этого никуда не уйдешь. Добрый день, друзья! С вами канал Куру в Мегаполисе. Меня зовут Эдуард. Сегодня 36-й день тестирования комбикормов Мегакорма и Басхатовского. И вот один из участников команды Мегакорма решил сойти с дистанции, отбросил коньки. Хотя достаточно авторитетный такой спортсмен. Сегодня 36, и они должны весить 2,100. Сейчас я покажу этого предателя, так сказать. Взвесим мы его. Вот на весах 0. Беру я его и кладу сюда. Весит он 2,624. Ну, в общем, жаль, конечно, очень жаль. Ну и могу сказать, что в этой команде есть еще один такой. Ну и могу сказать, что в этой команде есть еще один такой, вызывающий у меня подозрения. Это вот этот вот бролер. У него голова такая, как бы припухшая, как вы видите, да. Есть заболевание, синдром припухшей головы или как это, распухшей головы. Ну, возможно, это у него, возможно, нет, не знаю. Утверждать на 100% не могу. Как бы просто голова такая вот. У нее не нравится, не чихает, не кашляет, все нормально. И в команде. И в команде. Возможно, это, кстати, что-то с генетикой связано. Я всегда говорю, что кобы слабоваты по здоровью. И вот в этой команде здесь тоже два товарища. Один вот этот. Ну, у них как бы замершие они такие. Можно видеть, вот и гребешок не развивается. И сам такой. Я их вообще даунами называю. Без обиды кому-либо. Вот. Вот такой. И здесь еще один. Вот он такой же. Я их сейчас... Ну, в общем, я их решил тоже убрать. Чтобы не доводить до такого же конца, как был у прежде взвешенного. Вот. Поэтому сегодня такой буду проводить. Проводить технический забой бролеров. Ну, а остальные участники продолжат битву сильнейших. И через 9 дней, я думаю, мы уже подведем итоги. Взял я этого товарища из Мега Корма. 2,800. Ну, вот видите, как он выглядит. Не нравится мне его внешний вид. Поэтому лучше я сейчас его уберу, нежели он потом соскочит с этой дистанции. Теперь взвешиваю товарища из команды баскатовцев. 2,484 весит он. Ну, и тоже буду его убирать. Ну, и еще вот этого тоже. Он весит 2,290. Куда, 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 тихо, не падать, не падать. Команда Мега Корма я еще одного забарковал. 2,600 он весит. Я их сейчас на улице вот немного ощипал. И вижу, что вот у товарища водянка. И вот у товарища тоже водянка. Остальные 2, ну, хотя не факт, посмотрю сейчас. Ну, вот эти вот явно 2 имеют жидкость в брюшной полости. Вот они. Еще раз скажу, Коба 500. Вот одного бролера я уже опалил. Ну, вот видно, какое у него брюхо надутое. Я прямо здесь сейчас... Одной руки, конечно, не хватает, чтобы это все и снять. И, ну, хотя, может быть, сейчас попробую это сделать. Ну, решил здесь вот его вскрыть, чтобы видно было вам жидкость, которая из него выйдет. А оказывается, и нет никакой жидкости. Он просто такой пузатенький. Это у него кишочки. Но он, тем более, не голодал перед забоем. Поэтому вот такой надутый. Ну, посмотрю, что будет с остальными. Все-таки была в нем жидкость. Вот она вытекает. Вот, видите. Желтого цвета такая. В общем, есть признаки водянки у него. Вот я подготовил еще одного товарища. Он так же выглядит, такой набухший. Я хотел показать кишочки предыдущего бролера. Ну, в общем-то, кишочки нормальные, с хорошей кровеносной системой. Вот вы видите, да? Нет никаких патологий, кроме вот какого-то... Ой, вот аппендицит такой вылез сбоку. Что-то там жесткое в нем находится. В общем, кишки нормальные. Слепые отростки вообще прекрасные. То есть, у него с микрофлорой кишечника было все в порядке. Желудок мне не нравится. Такой воспаленный. Какой-то вздутый. Смотрите, прям тут вот вообще... О какой! Вот. Ну и печеночка. Печеночка бледновато. Ну, на самом деле, она потемнеет. Телефон вот так передает. И маленькое дряблое сердце. Такое дрябленькое сердце. Прямо вот я его... Она как тряпочка. Вот я его трогаю. Вообще, какие патологии у бролеров, которые вызывают асцит? Ну, это, как правило, либо сердечная недостаточность, либо проблемы с печенью. Ну, здесь вот, я думаю, и то, и другое. Печень такая бледненькая, чуть увеличенная, сердце слабенькое. Вот то, что и привело к водянке. Вообще, у меня ролик на тему рецессивных проявлений у бролеров есть, но так вот, на память, что помню, скажу. Во-первых, у них, ну вот, сердечная недостаточность, значит, проблема с печенью, да? Ну, а печень, как всегда, я говорю, связана вообще с кишечником напрямую. Здоровый кишечник, здоровая микрофлора, вырабатываются витамины группы В, тут целый ряд синтезируются, вот, которые необходимы для печени. Соответственно, печень работает. Если какие-то сбои, то процессы метаболизма нарушаются в организме птицы. Вот, потом, проблемы с суставами, это пирозис, ну, наверное, сталкивались тоже, когда там лапа разъезжается, одна лапа там у бролера там в сторону уходит, да, выворачивают ее, это уже там дисплазия, это забедренных суставов, то есть у них проблемы с суставами. Это вот все вот наследственные заболевания, связанные с селекцией, с генетикой. Кроме того, гемофилия, это тоже такое наследственное заболевание, которое сказывается на плохой свертвоемости крови, то есть у них кровоподтеки различные, да, внутренние кровотечения. Вот, если касаться крови, тромбозы, инсульты, инфаркты, это тоже, там, загущение крови. Поэтому, в общем-то, я их для профилактики пропаиваю аскорутином, в том числе, чтобы сосуды укрепить, укрепить сердечно-сосудистую систему в целом, стенку, стенку, оболочку клетки, вот, мембрану клетки. При сердечной недостаточности вот как раз ослабевают межклеточные связи, да, и жидкость, жидкость, жидкость выпаривается в брюшную полость. Вот, что еще тут можно сказать в этой связи. Что у вас там еще, ребятки-то, напомните мне. Сейчас на паузу поставлю, вспомню. Вспомнил. Летальный, полулетальный ген. Тоже у меня такие случаи были, когда рождаются такие голенькие цыплята, абсолютно голые, кудрявые, но они, как правило, там больше двух недели не живут. То есть, это вот тоже генетические проявления. Генкарликовости, кстати, тоже присутствуют. И вот у меня есть в этой же группе один карлик, который сидит там в брудере отдельно от всех. Он прям маленький, наверное, в три раза меньше бройлер, чем остальные. Вот, но тем не менее, я один раз такого оставил. Он, в общем-то, рос у меня там три месяца, но в итоге вырос, вырос, несмотря на эту патологию. Ну, в общем, вот, говорю, что у кобов, кстати, этих вот рецессивных проявлений почему-то больше, чем у других бройлеров, кроссов, которых я выводил. Это Арборы, там Смена 9, Роса 308. Вот, кобы более такие склонные к различным рецессивным проявлениям. Я эту партию почему взял, знакомые попросили, говорят, давай кобов выведем. вот, взял и для себя тоже. Хотя сейчас у меня снова молочня вчера вылупилась. Уже чехи, кобы чехи. Посмотрю, как они будут расти. Ну, надеюсь, что будет с ними все в порядке. Вот, а так, если что, опять вернусь к Росам. Роса все-таки мне больше нравится. Ладно, сейчас этого тоже с вами вскроем, посмотрим, есть ли там жидкость внутри него. Ну, у этого товарища все в порядке. никакой жидкости брюшной полости я не обнаружил. Тоже шикарные кишочки с хорошей кровеносной системой. Слепые отростки вообще идеальные. Вот, сейчас вот они. Где вот тут? Покажитесь. Ну, в общем, вот они, слепые отростки, идеальные. То есть, никаких кокцидий, никаких клостридий внутри него нет. Не было, вернее. может быть, я и зря на нем крест поставил. Ну, тем не менее, лучше перебдить, чем не добдить. В общем, так, чисто внешне у него все нормально. Посмотрю сейчас, какое сердце у него будет и печень. Ну, друзья, водянка все-таки в нем присутствует. Сейчас, вот, я оттуда кишочки стал вытаскивать, вернее, сердечки, желудки, желудок. и вот видно, что в нем жидкость внутри скопилась. Ну, она уже и вытекла, и, ну, вот, видно, видно, такая густая, густая какая-то, кстати. Утого была желтого цвета, а это как, как будто бы с кровью что-то. хотя сердце нормальное, маленькое такое, но нормальное. В общем-то, и печень. Телефон, конечно, передает, какая-то малиновая, но нет, она нормального такого цвета. В общем-то, ну, тоже, тоже водяночка была. Осталось еще два бролера. Следующий бролер, и тоже у него вот жидкость, она желтого цвета, вот можно видеть. Вот, видите, желтого цвета. Ну, это лимфа, которая выпаривается сквозь стенки лимфатической системы. Вот. Ну, в общем, тоже такой с асцитом, да, кто-то, может быть, кто на моем канале уже давно и знает, что я пропагандирую применение аскорутина, скажут, да, здравчика, и скажут, как же ты все время нам рассказываешь, что пропаиваешь аскорутина. Их дважды. Вот эти, кстати, закончили пить аскорутина буквально 4 дня назад. Я их пропаивал с 23-го по 32-й день. Ну, я всегда говорю, что это же не лечение, а профилактика. Если какая-то серьезная патология есть, это уже никуда не денется, так и будет. Мы можем вообще жизнь бролеру только облегчить. Он по умолчанию рождается уже болезненной птицей. Это не мои слова, это многие об этом знают. Да, мы можем ему либо помочь дожить до забоя, либо, если никаких усилий прикладывать не будем, будем их вытаскивать из клеток перевернутых первернутых кверх ногами, либо в каких-то других позах. как правило, у них инсульты, инфаркты случаются, они вот так кверху пузом лежат. Ну, остался, в общем-то, еще один у меня ролик. Ну, тоже, вот говорю, кишочки классные, нормальные, слепые отростки, чуть, может, увеличенные, но не так сильно. Вот тут бывают, как сардельки иногда такие. Здесь более-менее еще все хорошо. Вот, ну, все, сейчас еще одного выпотрошу и уже взвесимся, посмотрим, сколько же они сегодня весят. Ну что, будем взвешиваться. Вот я их выпотрошил. Обычно один помещается в этой формочке, а тут сейчас трое лежат. Кстати, последний, четвертый, был без асцита. Кило 829. Вот такой. Давненько у меня таких не было весов. Кило 712. Так. Сейчас уберем. И, значит, еще один. Еще один. Кило 836. Видно, да, кило 835. Ну и сейчас еще того четвертого возьму, тоже положу, посмотрим, сколько он весит. Так, вот этот четвертый бролик, кило 658. Ну вот такие, ну, как я говорю, все наше, все в дом. Сопливое, да, свое, как говорил один персонаж. Ну а остальные, значит, у меня продолжают принимать участие в тестировании. Сейчас осталось там в каждой команде получается по 8 бролеров. Ну и через 9 дней будет, надеюсь, что все остальные дойдут до финиша, через 9 дней будет уже подведение итогов этого тестирования. Всем удачи, всем всего хорошего, подписывайтесь на канал Кура в Мегаполисе, оставайтесь с нами.